Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арифьева смотрите сегодня выпуски. Гибкий экран. В Корее показали дисплей, который меняет кривизну по нажатию кнопки. Электрические ролики разгоняются до 25 км в час. В России скорость электросамокатов в пешеходных зонах ограничат до 8 км в час. Об этом и не только в ближайшие минуты. В Корее показали OLED-дисплей, который меняет форму по нажатию кнопки. Управляя устройством с помощью пульта, можно изменить кривизну экрана. Так, плоский дисплей можно превратить в изогнутый и наоборот. Другая компания представила ранее похожую технологию на выставке Gamescom 2022 в Европе. Это 45-дюймовый гибкий OLED-дисплей, который можно сгибать руками. По словам производителя, это первый подобный монитор в мире. На рынке техники давно представлены изогнутые мониторы, но их нельзя превратить в плоские. Между тем, для одних целей больше подходят прямые дисплеи, например, для монтажа видео и обработки фотографий. А изогнутый экран лучше подходит для игр, так как заполняет периферийное зрение, создавая лучшее погружение в игру. Теперь производители научились объединять преимущества обоих форматов в одном дисплее. Обе компании заявили, что готовят свои продукты к серийному производству. А значит, такие дисплеи-трансформеры вскоре могут оказаться на полках магазинов. Электрические ролики. Стартап из Англии представил ролики со встроенным электромотором. Они позволяют без усилий подниматься в гору, кататься по траве и даже песку. Устройство представляет собой платформу, к которой можно прикрепить любые роликовые ботинки. Система управляется через пульт. С его помощью можно ускориться и притормозить. Кроме того, пульт отображает информацию о передвижении, скорость, пройденное расстояние и состояние батареи. По словам разработчиков, на одном заряде можно проехать до 15 километров. Электрический двигатель мощностью 400 ватт разгоняет ролики до 25 километров в час. Колеса вращаются как вперед, так и назад для движения спиной вперед. Кстати, в нашей стране такое устройство может считаться вовсе не роликами, а мопедом. В России готовят ГОСТ для самокатов. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ представил финальный вариант правил сертификации. Согласно документу, электросамокаты, способные разгоняться быстрее 25 километров в час, будут сертифицироваться как мопеды или мотоциклы. И для их управления потребуются права категории М или А, пишет коммерсант. Российский Минпромторг планирует начать сертификацию всех электросамокатов, которые возятся в Россию. Так, они должны будут иметь предустановленные на заводе ограничители скорости до 25 километров в час и автоматическое замедление в парках и скверах. Кроме того, обязательной станет принудительное ограничение скорости до 8 километров в час с одновременным включением фары в пешеходном режиме. Эта функция должна автоматически включаться в определенных местах. ГОСТ планирует утвердить в следующем году. Одноместный самолет для фермеров. В Америке тестируют сверхлегкий летательный аппарат, которым можно будет управлять без лицензии для полета. Устройство предлагают использовать в сельском хозяйстве, чтобы фермеры могли быстро перемещаться по своим полям. Хотя такой летательный аппарат мог бы найти применение и в других сферах. Этот самолет работает полностью на электричестве. Взлетает и садится вертикально, как огромный дрон. А для управления нужны лишь пара джойстиков. На новинку обратило внимание издание Daily Beast. Летательный аппарат весит всего 130 килограмм и может поднять воздух одного пассажира весом до 90 килограмм. Максимальная скорость 93 километра в час, а заряда батареи хватит всего на 25 минут. Впрочем, этот летательный аппарат и не предназначен для долгих перелетов. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале «Татарстан-24». Будете в курсе всего самого интересного. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!